Мы видим, проводите земляные работы на данном участке. Поясните, пожалуйста, кто вы такие и чем занимаетесь? Наводим порядок. От несознательных граждан, которые здесь мусор валят, а мы должны прибираться. Ну, у вас старший, ответственный за проведение данных работ? Я ответственный. За свой трактор, да. Понятно. Документы, давайте посмотрим. Начальник. Ни документов, ни начальника. Ими работодателя тоже скрывает. Техника трактористу не принадлежит, рассказывает. Решил подшабашить на машине владельца. У вас частная фирма? Вы на кого-то работаете? Ну, да. А кто вас попросил здесь убрать мусор? Мне сказали, я человек маленький. Я поехал и сделал. Ну, вы же с кем-то договор какой-то заключали или какие-то устные договоренности были. Кто-то вас попросил, знакомый ваш? Нет, нет. А кто? Скинули по телефончику. Приедь туда, я приехал. Все. А вот законно или нет, уточнить забыл. Теперь это проверят надзорные службы. Местные видят эту бригаду впервые, но тут же уточняют. Похожие экскаваторы и бульдозеры роют землю за крупным гипермаркетом в Заволжском районе Ярославля уже два года. За это время тяжелая техника разбила дорогу к дачам, а вырытые котлованы стали местом для многочисленных свалок. Кто-то приезжал к вам из этих компаний, что-то как-то с вами связывался? Нет, никто не обращался, не связывался, но с соседями как бы обсуждали эту тему. И, в общем-то, никто не захотел никуда там особо сильно стучаться, потому что по слухам приезжали и угрожали, что если будут рыпаться, то могут изжечь дома. По словам водителя бульдозера, он к этим визитерам отношения не имеет. Знает, что приехал по заданию районной администрации убрать незаконную свалку. С нее-то и началась история. Эти фотографии попали к нам в редакцию от неравнодушных людей. Мы их тут же направили в профильный департамент правительства. И вот результат. На месте комиссия увидела множество мини-карьеров. Нам, в первую очередь, будет установлен собственник данного земельного участка, граница этого земельного участка. Ну и будет дана правовая оценка на законность проведения данных мероприятий. Закон не запрещает использовать владельцам участка, песок, землю или торф в личных целях. Например, для строительства дома или дороги. Но вывозить ископаемые за пределы обозначенных границ, а уж тем более продавать, нельзя. В профильном департаменте уже в ближайшее время будет проведена проверка. По ее результатам станет понятно, законно ли добывают песок за Волгой или здесь орудуют черные копатели. Павел Волков, Константин Дмитриев. День в событиях.